Всех приветствую и хочу сегодня рассказать вам, что все мы когда-то были детьми. Вот вспомните, когда вы были детьми, как вы искренне радовались, получали удовольствие, счастье. А вот сейчас я хочу немножко рассказать о нашем внутреннем ребенке, о той девочке, которая живет, каждый из вас, мои дорогие. У меня также есть моя внутренняя девочка, и сегодня она мне сказала, что она очень хочет опять получать то удовольствие, то счастье, которое ей так давно не хватало, которое она получала в детстве. Вот сейчас я сижу, купила себе горячий шоколад и протеиновое печенье. И сейчас я наслаждаюсь и получаю такое удовольствие, и моя девочка внутренняя довольна. Расскажите, как ваша девочка получает удовольствие? Сегодня я с утра давала расклад карт, загадывала желания, прописывала 100 своих желаний. Такую практику я делаю очень часто. Если вам интересно, могу с ней также поделиться. Так вот, сегодня я также загадала желания, сделала расклад на картах, выбрала первую карту, и у меня все отлично сбудется. Сейчас я в следующем видео выложу вам обозначение карт, вы посмотрите на расшифровку, но перед этим загадайте желание, и тогда выбирайте карту, и смотрите обозначение. И потом поделитесь своими комментариями, присылайте мне на свои скрины. Как я и говорила, что сегодня я посвящаю целый день радости и заботе о своей внутренней девочке, и которой живет каждый даже из вас. Очень часто ко мне обращаются люди, которые не обращаются на внимание своего внутреннего я, да, то, что внутреннее мы ощущаем. Вот сегодня я вначале говорила, что я посвящаю этот день своей внутренней девочке. Я уже попила шоколад с протеинами, батончиками. Сейчас немножечко я потанцевала, также зарядилась энергией, потому что у многих энергии застаивается. Это зло я с утра даже потанцовываю, и вечером я проведу свою любимую практику арт-терапию, которую я использую в своих программах, в своих интенсивах, при работе с клиентами. А сегодня я проведу сама себе эту практику, повалывая свою внутреннюю девочкой, покажу, что же у меня получилось нарисовать. Сегодня я обещала вечером, что когда я буду делать практику арт-терапию, запишу вам это видео и расскажу. Эта практика арт-терапии я использую уже три года. Она является очень мощным инструментом по работе с психологическим и эмоциональным состоянием моих клиентов. Я данную технику использую уже долгое время, и она дает очень прекрасные результаты, потому что во время этой практики мы работаем с нашим подсознанием, а подсознание контактирует уже с нашим сознанием. И получается такой диалог, да, это нам позволяет увидеть то скрытое, которое скрыто внутри нас. Вот на этой практике я создала рисунок, такой был у меня вопрос, что мне нужно было нарисовать, чтобы изменить всю мою жизнь. И это будет вот мое подсознание. Нарисовало, дало сознание мой такой рисунок нарисовать. Очень часто девушки живут на автопилоте, да, как белка в колесе, дом, работа, быт, и это ежедневно. Мало кто заботится о других сферах, которые, кроме здоровья, есть карьера, есть духовность, активность, взаимоотношения, да, хобби, друзья. Очень много сфер, и эти сферы нужно подпитывать, да, чтобы они все были в балансе, чтобы компенсировать это. Потому что при работе с клиентом, я уже заканчиваю третий год работы с клиентом, вижу, как у многих клиентов абсолютно все сферы, барахлядь, нет вот этого баланса. И это очень частая ошибка, которая приводит к очень плачевным результатам. Мои хорошие, всегда находите 15-20 минут на себя, на свою душу, на духовность, на то, что вам нравится. Как я сегодня провела весь день, баловала своего внутреннего ребенка. Девочки мои дорогие, да, вы будете уделять времени абсолютно этим всем сферам, да, вы будете жить в гармонии, вы всегда будете в ресурсном состоянии, у вас будет прекрасное настроение, да, вы будете просто порхать от счастья. Вот как я, я сегодня целый день провела в заботе о своем внутреннем ребенке. Пожалуйста, проводите время также со своим внутренним ребенком. Если вам тяжело, вы не знаете, у вас нету навыков, знаний, приходите ко мне на консультацию, я вам помогу. Я также работаю, разрабатываю программы, да, и медитации, и mindfulness, где помогаю восстановить, да, и выявить скрытый стресс, и прийти в состояние благополучия абсолютно во всех сферах. Так что, мои родные, обнимаю вас, целуюсь, чтобы вы всегда были в ресурсном состоянии, но если вам нужна моя помощь, обращайтесь, рада вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok